Привет! Я Анна Немалякина и в эфире программа дайджест на портале Москва Баку. Здесь мы рассказываем вам самые интересные новости культуры и не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю, сегодня в нашем выпуске. Михребан Алиеву удостоен международной премии, актер Винсан Кассель пообещал приехать в Азербайджан и Айсель Мамедова переиграла свою песню для Евровидения. Подробности расскажем далее. 18 марта в России проходят выборы президента. В них принимают участие 8 кандидатов. Граждане России могут проголосовать в любой точке мира в российских консульствах. Россияне, проживающие на территории Азербайджана, также смогут проголосовать за своего кандидата. Представители Азербайджана принимают участие в миссии международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств, участников СНГ за выборами президента Российской Федерации. Координатором миссии выступает первый заместитель представителей Мили Меджлисом на Азербайджаном Зиафет Аскеров, а также еще два представителя парламента Азербайджана. Общее число миссий наблюдателей свыше 300 человек. В субботу миссию наблюдателей принял председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. В сам день выборов, 18 марта, миссия посетила ряд избирательных участков в центре Москвы. А доверенное лицо Владимира Путина Мехребан Садыгова в интервью «Москва-Баку» рассказала, в чем состоит ее работа. Она ездила по регионам России, встречалась с жителями и студентами, посетила несколько крупных городов. Главное, по ее словам, чтобы россияне пришли на выборы, а за кого люди проголосуют – это личное дело каждого. Только что стали с вами свидетелями того, как открываются урны. Урна открыта, все прозрачно, все в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Российской Федерации. Это прерогатива, конечно, народа России. Народ России выберет своего президента. И, конечно, с этим президентом мы будем сотрудничать. Все государства, входящие в СНГ. Так что желаю народу России успехов, чтобы они выбрали себе достойного президента. 10 и 11 марта в Москве в Большом театре назвали имена лучших исполнителей в области поп-музыки, а также классических музыкантов. Мауреатами престижной премии «Браво» стали Анна Нетребко, Рот Стюарт, Теодор Курентис, Дмитрия Хворостовского наградили посмертно. Анна Нетребко и Юсифа Ивазов 11 марта вышли на историческую сцену Большого театра как участники Международной музыкальной премии «Браво». Перед началом концерта звезды мировой оперной сцены ответили на вопросы корреспондента «Москва-Баку». «Баку» любим, ждем встречи. «Городи, пожалуйста, что вам приглашает за границы, что есть в Азербайджане в Баруси?» «Долмы». Актер Винсан Кассель приехал в Москву со своей молодой возлюбленной, 20-летней моделью Тиной Кунаки. «Москва-Баку» удалось побеседовать со звездой мирового кино и пригласить его приехать в Азербайджан. «Любите путешествовать?» «Очень, и поэтому я сегодня здесь». «Вы когда-нибудь были в Баку, в столице Азербайджана?» «Нет, пока не было. Вы хотите меня пригласить?» «Хорошо, я приеду». Кстати, 51-летний Кассель и его 20-летняя спутница начали осмотр российской столицы с Красной площади. Звездная пара выложила в видеоотчет о прогулке в соцсети с трогательной подписью актера на русском языке. «Спасибо, Москва, с моей любимой». Позже в Инстаграм появилось фото Касселя в окружении роскошного интерьера ресторана «Турандот», которое он подписал «Водкопик». А вечером в Большом театре состоялось вручение международной музыкальной премии «Браво», на которой Винстан Кассель вручил награду балерине Светлане Захаровой за ее сольный проект «Аморе». Кстати, прима-балерина Большого театра Этуаль Миланского театра Ла Скала Захарова рассказала Москва-Баку о своем ежегодном фестивале детского танца с Светланом, который состоится в Москве в конце марта. В будущем знаменитая балерина планирует расширить его географию и пригласить юных танцоров из ближайшего зарубежья. «Следующий год юбилейный в наших планах пригласить детей из зарубежа», — сказала она. Возможно, это будут талантливые танцовщики из Азербайджана. Звезда мирового балета поделилась планами и приехать в Баку осенью. А в 2006 году Светлана Захарова выступила на сцене Бакинского театра оперы и балета в балете «Лебединое озеро». Когда вы приедете в Баку? Может быть, осенью приеду. Первому вице-президенту Азербайджана, президенту фонда Гидара Алиева, Мехребан Алиевой, вручена международная премия «Низами Генджеви». Она была удостоена награды за вклад в образование и культуру. Церемония вручения состоялась на проходящем в столице Азербайджана шестом глобальном Бакинском форуме. Выступая на церемонии, она рассказала, что международный центр «Низами Генджеви» несет в массы взаимопонимание и мир на международном уровне, цитатами Хребан Алиевой. На протяжении многих столетий Азербайджан был страной, где вместе проживали представители разных народов и религий. Сегодня мы говорим о достижениях за годы независимости. Я благодарю президента Азербайджана. Он посвятил жизнь и развитию своего народа. Я считаю эту премию наградой за оценку деятельности фонда Гидара Алиева, который на протяжении 14 лет реализует проекты в научных, образовательных и социальных сферах. Также Мехребан Алиева поблагодарила соприседателей Международного центра «Низами» за успешную деятельность. Четверг в столице Азербайджана открылся шестой глобальный форум, участниками которого стали действующие бывшие президенты, премьер-министры и министры иностранных дел зарубежных стран, а также влиятельные общественные и политические деятели. В общей сложности количество делегатов составляет порядка 500 человек. В этом году форум посвящен проблеме отождествления противоречий для создания инклюзивных обществ. Центральным вопросом обсуждения станут безопасность на Ближнем Востоке, Балканский регион и растущая роль молодежи, политики и в общественной жизни. 20 марта в Азербайджане отметят Навруз, а в Москве в эти выходные прошли мероприятия, посвященные этому празднику. Жители и гости столицы побывали на ярмарках и отведали традиционные угощения этого праздника. В Азербайджане скоро стартует туристический сезон и откроет его как раз Навруз. О традициях празднования прихода весны в Азербайджане, уникальной возможности российских туристов поучаствовать в гуляниях Навруз, получить шапку, наполненную сладостями, перепрыгнуть через костер, станцевать азербайджанский хороводный танец хилы и попробовать пахлаву, а также о топе главных мест, которые россиянам стоило бы посетить в азербайджанской столице, Москва-Баку рассказал глава пресс-службы МИД страны Пикмен Гаджи. 12 марта не стало народного артиста СССР худрука МХТ имени Чехова и табакерки Олега Табакова. Большой актер, талантливый педагог и руководитель, кумир многих поколений, скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Близкие коллеги, многочисленные почитатели его таланта до последнего момента верили, что недуг отступит, но чуда, к сожалению, не произошло. Корреспонденты Москва-Баку побывали у здания театра в Камергерском переулке. В эти дни здесь было непривычно тихо, спектакли отменены на несколько дней. Олег Павлович был любим во всех республиках в Азербайджане, а его кончине тоже скорбели. Худрук русского драмтеатра Александр Шаровский не был лично знаком с Табаковым. Он также с сожалению констатировал, что актер не смог увидеть новый Баку, хотя во времена СССР приезжал с гастролями. Попрощаться с великим актером пришли многие деятели искусства. Президент Владимир Путин, худруки московских театров и молодые актеры. Похоронили Табакова на Новодевичьем кладбище рядом с могилой недавно ушедшего актера Леонида Броневого. Самая пожилая жительница Азербайджана точно назвала дату своего ухода. 124-летняя Самарган Аллахвердиева почти всю жизнь провела в родном селе Мехасилим Бординского района Азербайджана. Она чувствует себя неплохо, разговаривает, шутит и даже намерена проголосовать на предстоящих выборах президента. В судьбе долгожительницы было много испытаний и непростых поворотов, но сейчас ее окружают заботливые люди. У нее пятеро детей, 30 внуков, 60 правнуков и 10 праправнуков. 124-летняя бабушка уверена, что доживет до 130 лет. Эту цифру предсказал ее дедушка, который, как уверена Самарга, передал ей свое долголетие. А сейчас коротко расскажем о том, что еще интересного произошло в России и вне Азербайджане. Азербайджан занял 88 место в списке самых счастливых стран по версии ООН. Всего в рейтинге The World Happiness Report приняло участие 156 стран. При оценке страны учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. А самой счастливой страной оказалась Финляндия. В российском информационно-культурном центре в Баку открылась выставка Retro Derbent. В экспозицию вошли более 70 черно-белых фотографий из частного архива Заура Мулаева. Он много лет собирает старые фотоснимки родного города. Песню I Cross My Hearts, которую исполнительница Айсель Мамедова представит Азербайджан на международном песенном конкурсе Евровидения 2018, скорректирует. Британский продюсер Тим Бран предложил сделать песню более электронной и модной. Причиной изменений стала критика композиции Мамедовой в социальных сетях. Пользователи посчитали, что эта песня не принесет успеха на конкурсе. Ко всему этому даже букмекеры не прогнозируют представительницы Азербайджана попадания в десятку лучших певцов. Над проектом работала международная команда, в состав которой вошли профессионалы из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии и России. На сегодня это все. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Москва-Баку на ютубе, чтобы получать новые интервью со звездами, репортажи с кинопремьер и не только. Увидимся через неделю.